Ребята, всем привет! Мне пришло 4 коробки товара, поэтому давайте с вами начнем по порядку. Я не уверена, что все войдет именно в один обзор, но сколько войдет? Буду делить по полчаса. Хочу рассказать обо всем подробно, поэтому любители, чтобы все было подробно, конечно же, оставайтесь и слушайте внимательно. Да, ребят, столько товара, и я даже не знаю, где расположиться, потому что весь стол себе завалило. Ну что ж, смотрите, вот эта каша мне очень понравилась. Это идет каша с яблоком и фундуком. Артикул 161.13. Действительно классная каша, действительно суперская. Мы ее варили на молоке, просто пальчики оближешь. Кусочки фундука немножко похрустывают, кусочки яблока чувствуются, но не особо. То есть такая натуральная каша, да, то есть если нам в магазине, да, мы покупаем, к примеру, кашу, которая у нас идет с какими-то добавками, то там еще добавляют, знаете, там всякие окрасители, подсластители, ну и прочую чушь. Тут же прям чувствуется вот этот вот самый такой натуральный аромат детства, как будто каша с настоящим фундуком. Вот у нас раньше мама любила варить разные каши, и она постоянно эти каши очень так это, ну на постоянной основе она их делала разными. Да, и вот тут как раз идет ячмень, бамбуковая клетчатка, фундук и льняное семя. То есть это все очень полезно. Вот, поэтому я, конечно, заказала одна из моих любимых каш, и сегодня я еще покажу вот консистенцию, чуть позже консистенцию кашки овсяной с бананом и лукомой. А с бамбуковой клетчаткой тоже впервые держу эту яркую такую красивую коробочку в руке. Сейчас мы с вами посмотрим, да, то есть действительно вот прям вот эта каша мне прям в сердце запала. Вот эту кашу будем еще смотреть, да, то есть такие вот крупные хлопья. Это абсолютная новинка, держу ее в руках впервые, поэтому будем с вами все очень даже подробно рассказывать. Значит, тут в составе хлопья овсяные, банан, бамбуковая клетчатка, лукума, порошок, содержит глютен, может содержать следы сельдерея, сои, горчицы, арахиса, кунжута и орехов. Ой, я обожаю кунжут. Так, значит, овсянка содержит вещества, которые отвечают за хорошую реакцию память. Бамбуковая клетчатка – это уникальный источник пищевых волокон, не раздражает желудок, способствует длительному насыщению, улучшает обмен веществ. Банан – триптофан, содержит, который помогает улучшить настроение и снизить уровень тревоги и стресса. Да, он помогает серотонин вырабатывать в нашем организме. Далее, плоды лукумы – это золото инков. В состав входит комплекс, получается, антиоксидантов и железа, которые доставляют кислород в ткани. Такая вот коробочка – 120 грамм, срок годности 9 месяцев, артикул 161-11. Такой вот спектр тут – тамины, энергетическая ценность и так далее. Но понятно, что энергетическая ценность, она будет выше, если вы будете варить, допустим, эту кашу на молоке. Далее, наши полезные продукты – это шашлычный соус и обычный классический соус, да, кетчупы наши. Ребят, я просто в шоке. Я дала мужу сейчас попробовать. Он сказал, что вот этот один в один как Хейнс. А мы берем соус Хейнс. Тут идет 100 грамм 35 калорий. В упаковочке 280 грамм, то есть он идет такой вот удобненький, да, то есть вот такой вот обычный, да, соус. В общем, муж его прямо одобрил-одобрил и сказал, что кетчуп шашлычный слаще, нежели кетчуп классический. То есть получается, что классический, он прям такой вот обычный, к которому мы привыкли. Только вот Хейнс, он немножко пожиже, нежели вот этот вот Мечаев Фэмэли Клуб. То есть тут есть что-то такое, что вот, ну, гуще продукт кажется. Далее, что хочется сказать, тут, значит, он содержит пищевые волокна и также кетчуп правильный. Он идет с пониженным содержанием соли, хотя он соленый и все тут в порядке. И также он идет без сахара, да, то есть он идет не вредный, но он такой вот на вкус, как обычный кетчуп. Да, обычные вредные кетчупы с магазина стали полезными кетчупами от Нечаев и Мэли Клуб. Я думаю, это здорово, это классно, и я очень рада, что они мужу понравились. Муж сказал, да, заменяй магазинский на этот, потому что он, да, действительно, он точно такой же вкусный. Я, говорит, не против кушать вкусно и полезно. Ребят, ну, я счастлива. Я счастлива, что в компании до такой степени расширяется ассортимент. Это шикарно. Как вы видите, соусов я заказала 4 штучки, значит, 2 классических, 2, получается, шашлычных. А вот эту кашку овсяную с бананом, лукумой я пока заказала одну, а эту я уже взяла в запаснички, потому что у меня уже есть одна такая кашка и вот будут 2 таких стоять, потому что на большую семью с утра на 7 человек, я думаю, надо пару коробочек, а не одну. Вот, и смотрите, еще заказала коралловый кальций, получается. Он здоровский, он классный, да, чем он классный? Тем, что он делает воду качественнее, улучшает усвояемость кальция и так далее, и так далее. Это просто вот здорово, это просто великолепно, поэтому это у нас с вами идет минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Пьем уже несколько лет, артикул 153.92. Ну, мы то, что мы пьем и едим, вкратце говоря, да. Далее, ребят, в этой кучке моле, если так можно выразиться, заказы, значит, во-первых, бюстгальтер пуш-ап, я эти бюстгальтеры все примерила, они мне 85С, как раз, вот прям идеально, тютелька в тютельку, но они мне становятся как раз, когда я убираю вот эти вот пуш-апные штучки, которые вот тут внутри вставлены. Вот, поэтому, если их убрать, то все отлично. Бюстгальтер, знаете, такой тоненький, поролон тут не супер плотный, но и не супер тонкий. Вот, поэтому все отлично, все здорово. Давайте с вами смотреть на качество, да, то есть вот как раз под тяжелую грудь, под большую, такие толстенький корсетик. Тут вставлена какая-то гнучая штучка, скорее всего, пластмасска. Значит, тут тоже что-то вставлено. Такие вот кружева, хлопок-хлопок прям все. То есть застежечка. Три крючочка. Тут как за ним ухаживать. Так, ну и давайте изнутри. Изнутри, значит, у нас с вами что получается? Значит, тут вот этот вот кармашек под подушечку, которая тут лежала, да, чтобы грудь поднималась вверх. Но у меня грудь достаточно большая. Если в объеме 85, он мне нормальный, на самую-на самую последнюю, то сами по себе чашечки немножечко маловаты для моей груди. Поэтому я расслабила вот этот вот размер, вот это вот, да. То есть тут, смотрите, еще V-образный вырез, как бы не забыть сказать вам, да. И я, получается, их немножечко вот расслабила до самого-до самого конца. И вот тогда более-менее все вошло, все поместилось. Да, тут вот что-то такое вот есть немножечко торчит, но это ерунда, это не брак, это легко отрезать и все. То есть оно дальше даже и не подумает распуститься. Дальше, смотрите, тут все очень туго. Регулируется только часть лямки. Часть лямки регулируется, но с другой стороны, это тоже лямочка, она тянется. Хоть она и очень сильно упругая такая, но она тянется. Такие вот бирочки. Тут есть, у меня почему-то две штучки. Вот, что еще хочется сказать. Сел он на мне идеально после того, как я достала вот эти вот пушапы и расслабила бретельки. Что мне не нравится в этом бюстгалтере, это только одно. Очень маленькая регулируемость лямочек, да. То есть, ну, практически никакая. Вот совсем ненамножко можно сделать, длиннее, больше. То есть не вся лямка регулируется, как мы привыкли. Только половинка. Но вот эта половинка, она растягивается, по идее. Не критично, да. То есть не критично, но мне бы хотелось целиком. Далее, тут вставлено чуть-чуть, совсем немножечко кружева. Это у меня тут уже кошка походила. Все пронюхала и ушла спать. Значит, тут идут косточки. Все это в составе идет, получается, хлопковая эластовица тут, да, то есть и так далее. Значит, основной материал 95 хлопок, 5% эластан. Сетка идет 85% полиамид. Да, я так понимаю, вот это вот двухслойная или однослойная сеточка. Сейчас разглядим с вами поближе. Она идет полиамид. Так, далее. Давайте прям увеличим с вами и посмотрим, да. В принципе, меня устраивает все в этом бюстгальтере. В нем очень удобно. Никакого разочарования нету. Он мне хорошо подошел, да. То есть хорошо вообще, все идеально. Далее, смотрите, к нему в комплект идут вот такие вот двое трусиков. Значит, первые трусики это обычные слипы. Значит, у меня идет размер XL, артикул 920-258. Состав 95 хлопок, кружева 90 полиамид и 10 эластан. А вот, 95 хлопок, 5 эластан. Основной состав, основной материал, да. То есть тут такие вот вставочки идут. Ну, значит, вот это вот кружево, оно тут пришито поверху вот этой вот сеточки, да. То есть сеточка, в принципе, комфортная. Ничего плохого про нее не скажу. Мне не показалось она грубой, но она грубее, чем обычное кружево, да. То есть, но от нее не будет ни натираний, ни проблем. Это ясно, что ее комфортная и удобная. Да, то есть с обеих сторон вон такие вот украшалочки, можно сказать. Попа обычная, простая у них. И получается вот тут вот у нас гигиеническая защита. Вот она отрывается. И тут двухслойная хлопковая эластовица, которая пришита с обеих сторон. Раньше были дырки, да, помните? В общем, интересно. Интересные трусики, комфортные, хлопковые. Особенно там, не знаю, после депиляции или на спорт одеть. Я думаю, их будет весьма удобно носить, потому что, ну, натуральная ткань, это всегда лучше, чем искусственная. Далее, значит, трусы с липы с завышенной талией. Состав точно такой же. Размер XL, артикол 920-240. То есть, их тут много размерчиков получается, но я вот именно XL взяла. Взяла посмотреть. Ну, в общем-то, ничего так здорово. Все точно такое же, только в увеличенном объеме. В них классно будет спортом заниматься. Когда надеваешь пояс для похудения, все это впитывается. Они не идут утягивающие, они идут обычные, простые. Резиночка тут вшита вот таким вот образом. То есть, если вам все-все показать с изнаночной стороны еще, то качество мне нравится. Значит, это нижнее белье именно Фаберлик. И Фаберлик я всегда любила больше, чем Флоранш. Почему? Потому что они какие-то износостойкие. Им ничего не делается. Вот понимаете, они прям такие вот классные-классные. Значит, вот тут в каталоге, значит, в пятом каталоге оно представлено таким вот образом. То есть, белое белье такое вот с этими вставочками симпатичное. У слипов цена 649. И размер, цветовая вернее, гамма у них идет темно-синий, белый, бордовый. То же самое бюстгальтер, полторы тысячи, но это только цена каталога. Сами знаете, все, кто зарегистрирован в компании Фаберлик, имеют свой регистрационный номер, у них скидка 20%. Вот. В общем-то, классно. Вот. Значит, натураль коттон, если я правильно прочитала. Вот. И можно носить с различными клипсами, я так понимаю. Да, то есть, тут у нас появились и силиконовые подушечки под бретели. Да, у кого грудь большая, тяжелая, очень будет удобно, получается, с этими бретельками ходить. Есть клипсы для бретелей, три штучки, да, в наборе. Есть силиконовые бретели в наборе, тоже, что здорово, да, появились. И есть силиконовые вкладыши, чтобы придать груди более соблазнительную форму. Да, то есть, вот прям все уже есть для нас, да, чтобы все было здорово. А это очень удобно с майками носить, да, майки, которые вот так вот. Тоже, я думаю, незаменимая вещь, потому что, если честно, ну, не особо красиво, когда бюстгальтер вот выставляется откуда-то, а тут прям, ну, вот здорово придумали. Мне все понравилось, да, то есть, такие вот аксессуарчики, меня часто про них спрашивают. Я решила вот вам заснять это видео вместе с этими аксессуарчиками. Так, и значит, тут представлено то же самое. Цены не будут меняться. Это уже четвертый каталог, который начнется, получается, 8 марта. Трусы тоже слипы, только тут темно-синяя фотография. В общем-то, ничего такой симпатичный, простой, обычный комплект. Да, то есть, вот мне понравилось. Мне понравилось его, оно действительно комфортное такое. Вот точно такой же светленький в размере 85С. Очень аккуратный, симпатичный вкладыш. И тоже можно, кому мешается убрать, кому нужны оставить. Тоже моделировать будут грудь хорошо. Те же самые застежечки. Все просто вот не докопаться ни до чего. И, значит, у размера 85С артикул 920-157. Темно-синий. Очень такой, знаете, темный, классный. Не грязно-синий, да, какой-то такой оттеночек. А именно, что такой, ну, ничего, синенький, да. Такой вот не небесно-голубой, не какой-то, а вот именно, что такой хорошенький, да, насыщенный синий оттеночек. Чистый такой, не меланж, ничего. Тоже мне как бы понравилось. Тоже со вкладышами 85С артикул 920-148. Далее вот распаковала еще такую вот модельку. Честно сказать, это возвратная вещь. И все эти модели будут возвратные, потому что грудь куда-то расплющилась, размазалась. Вот это место, ну, куда-то залазит под подмышку и натирает. В общем, мне не понравилась эта модель, хотя в каталоге она смотрится просто великолепно. Да, то есть, может быть, на размер меньше заказать мне. Может быть, я что худеть начала и это не мой объем, но, ребят, это мне очень не понравилось, как сидит вообще и как выглядит моя грудь именно вот в этом вот наборе. Это я вам показываю четвертый каталог в пятом каталоге. Вот, вот она как выглядит. Да, это пятый уже каталог. Нет, это абсолютно не мое. В общем, остальные я просто даже не буду раскрывать и примерять, потому что я не знаю, ну, грубо говоря, меня этот бюстгал, очень сильно уродует. Он плющит и как-то и размазывает грудь и сразу же понимаешь, что грудь, она уже возрастная, она уже кормящая и этот лифчик грудь нисколько не поддерживает, а наоборот делает ее какой-то вот бесформленной и непонятной. Вот, хотя, в принципе, может быть, на маленькой груди он вот смотрится хорошо или на груди упругой, которая еще не была кормящей, да, грудью у меня вот обеих дочек, я их долго кормила и понятно, что есть проблемы, да, с грудью, но тут просто вот не знаю, мне очень не понравился. Значит, я заказала размер 80С, то есть, я заказала немножко поменьше и он мне 80С, а на мне сидит свободнее, чем 85С, понимаете, что-то тут вот пошло не так, такое ощущение, вот, поэтому я не буду распаковывать вот этот, верну его вот так же целиком, как положено, то есть, вот тут 80С, 920, 2225, я еще спрошу у свекрови, может быть, ей понравится, я тогда возвращать не буду, но это точно не для меня, не для моей груди. Ребят, вот смотрите, сейчас примерила мама и маме он понравился, да, то есть, он понравился, как сидит, просто не нравится, что он темно-синий, да, то есть 80С, хотя у мамы больше моей груди, ей отлично подошло, у меня такое ощущение, что я купила бюстгальтер, который мне великоват, может быть, я закажу на размер меньше и посмотрю, как он будет на мне смотреться, этот бюстгальтер уезжает к маме, потому что сидит он на ней на идеальнейшее, прям никаких нареканий нет, артикул 920, 207, значит, это тоже идет маме 80С, 920, 225, цвет бордовый, точно такой же, и этот 920, 216, 80С, цвет белый, так, следующая моделька, артикул 920, 183, 85С, получается бюстгальтер, мягкая чашка, но на косточке, то есть вот они у нас идут, такие вот мягкие, но на косточке, такие вот симпатичные, сейчас будем с вами смотреть, ну да, они прям видно, такие аккуратненькие, хорошенькие, так, тоже трех размеров идут, ну посмотрим, что к чему, так, ребят, белый бюстгальтер, мне великоват, мама примерила ей нормально, знаете, что, похоже, я действительно из-за спорта всхуднула, и заказала по привычке тот размер, который мне подходил, но, если честно, то вот эта чашечка сейчас на данный момент мне великовата, мне надо чашечку меньше, я так понимаю, размер Б мне надо заказывать уже, потому что грудь начала уменьшаться из-за спорта, артикул 920-194-85С, ну чуть-чуть, чуть-чуть подвисает, и уже, как бы, ну вот эта ткань уже собирается, то есть он чуть-чуть, мне совсем капельку начал великоват быть, и у меня такое чувство, что у меня 85Б с половиной, вот, еще не Б, но уже ближе к Б, да, то есть возвращаюсь я к тому моменту, когда я начала полнеть по ходу, и получается, что и все уменьшается, ну, в общем, посмотрим, значит артикул 920-194, мама примерила ей как раз, ей вообще шикарно, все смотрится, все здорово, и белый, и синий, и с удовольствием выкинем старые, будем эти носить, вот, а я, к сожалению, вот у меня только три бюстгалтера, темно-синий, бордовый, и белый, вот эти вот, которые push-up, из которых нужно выкинуть подкладыши, и тогда они мне отлично, но смотрите, вот эти вот push-up, вот эти которые, они мне как раз и в самый-самый притык, а вот эти, хотя я брала же, получается, 85C, а эти 80C, они мне великоваты, поэтому делайте вывод, что этот может, можно себе, скорее всего, на размер меньше заказать, но вот эти, именно вот эта линейка, да, которая идет на косточках, без push-up, без всего, она идет на очень толстых бретельках, у нее очень толстые бретельки, это во-первых, и во-вторых, что я обратила внимание, когда я его примеряла, он безумно комфортный, безумно легкий, безумно мягкий, и ужасно комфортный, вот прямо слов нету, как в нем хорошо, в нем здорово, вот, поэтому, конечно, очень жаль, я попробую еще на размер поменьше заказать, потому что они мне понравились, вот, но что-то вот пошло не так, в общем, сложно, сложно, когда ты за несколько лет располнел, тебе становилось все мало, и ты не знал вечно свой размер, и заказывал неправильно, сейчас ты обратно начала худеть, опять непонятно, что к чему, в общем, ребят без галтера, я вам могу сказать, что я качеством очень довольна, но не пойму, почему, 80С мне велики, а 85С мне прям в облипочку, в обтяжку, они более такие грубые, тугие, больше держат грудь, и меньше у них чашечка, то есть они мне подошли лучше, и сели отлично, такое чувство, что те маломерочки, а вот эти вот немножко большимерят, может быть, но я боюсь наговаривать, но что-то вот с размерами не так, ну и темно-синий, уже не буду его распаковывать, потому что на камере темное, вообще плохо видно, артикул 920-172, размер 85С, ну и трусики точно-таки же, как бордовые, к сожалению, трусиков с завышенной талии белых не было, в наличии, когда я их заказывала, поэтому я заказала только 920-252, размер XL, цвет белый, такие обычные слипы, вот так вот белый выглядит, реально аккуратно, реально красиво, никаких нареканий к продукту нету, но и темные с завышенной талией, не знаю, стоит, не стоит их открывать, потому что на камеру черные, темно-синие, плохо видно, то есть вот так вот они смотрятся, темно-синие, да, то есть вот если близко показать, то кружево будет видно, это у нас идет XL 920-230, темно-синие, и такие же темно-синие слипы, точь-в-точь такие же, ничем не отличаются от белых, в общем, белье действительно для тех, кто любит комфорт, да, то есть, но что-то пошло не так, и вы знаете, у меня подозрение, что я вот этот бюстгальтер зря поругала, скорее всего я похудела, из-за этого он так на мне сел, непривычно, что мне не понравилось, далее у нас с вами идет очень интересный ремень, он двухсторонний, я такое что-то встречаю впервые в своей жизни, может быть они, конечно, есть и в магазинах, но я что-то вот не припомню таких ремней, в общем, по идее очень оригинально, на мою талию нормально, все отлично, все хватает, то есть, вы можете с какой стороны хотите, с такой стороны и застегиваться, очень интересно, значит, такой ремень у нас идет с вами, размер 105, артикул 600 на 656, вот так вот, высоту 3 сантиметра, значит, состав у него идет эко-кожа, вот подкладка искусственная кожа, да, то есть, все искусственная кожа получается, и такие вот посеребренные, позолоченные, вернее, пряжечки, в общем-то, интересный очень ремень, еще вот такой вот большой второй ремень, да, видите, насколько он шире предыдущего, но это чисто дополнять какой-либо образ, понятно, что он уже ни в джинсы никуда не войдет, он такой прям большой, весистый, значит, 6 сантиметров высота и 110 длина, так, верх искусственная кожа, подкладка искусственная кожа, срок годности 30 дней, в общем-то, тоже неплохой такой вариант, то есть, все хорошо у него тут застегивается, так, вот эта штучка, она не ездит, то есть, получается, она тут, и вот тут, если она кожаная, то тут она прям железная, да, получается, не гнется ничего, такие вот ремешки, оба оставляю, оба классные оригинальные, черные ремни, с золотой фурнитурой, это всегда актуально, потому что мало ли что, можно и скрыть какие-то недостатки, да, очень классно, когда, там, может быть, колготки в талию впиваются, или там еще что-то, да, то есть, все это дело перекрыть, и этого ничего не будет видно, будет все закрывать ремешок, на мой взгляд, это шикарно, то есть, этот ремень просто вот носить, как аксессуар на себе, так, далее, смотрите, каша овсяная с бананом и лукомой, с бамбуковой клетчаткой, как раз-таки, которая была в начале видео, мы ее сварили, она немножечко перестояла, как вы видите, ее можно разбавлять жижей, если вам это захочется, ну, и, конечно, овсяная каша, это такая вещь, я не почувствовала тут, да, то есть, есть такой легкий сладковатый привкус, но самих кусочков бананов, я тут вроде бы как не встретила, сколько бы ни ковырялась, сколько бы ни старалась, вот, хотя в самом пакете они есть, но понятно, что бананы, они будут развариваться, вот, да, то есть, вот они, видите, тут такие небольшие получаются кусочки, вот это бананчик, например, да, сушеный, вот, но, в принципе, вот столько мы сварили, столько вот еще осталось, ну, на раз кому-то покушать, да, то есть, нормальная каша, буду заказывать еще, вот она мне понравилась.